МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые площадкой для прямой линии с главой Карачаев-Черкесии стал телеканал «Россия-24». У жителей республики было несколько дней и способов, чтобы задать интересующие их вопросы. Первый касался оказания социальной помощи семье участника специальной военной операции, которая осталась без попечения родителей и нуждается в собственном жилье. У нас буквально недавно был на эту тему разговор и внесение определенных законодательных актов на то, чтобы участники специальной военной операции могли быть первыми, кто получает такую социальную услугу без очереди. Я думал, Мурат Олегович, мы в ближайшее время, вы адресно возьмите на контроль свой и давайте принимать такое решение. Здесь я уверен в том, что нас и парламент Карачаева-Черкесской республики поддержит, и мы такие законодательные акты внесем. На прямую линию дозвонилась женщина, которая проживает в аварийном доме по Октябрьской 3 в Черкесске. Она интересовалась, когда люди будут переселены в более комфортные условия. По словам министра строительства Рината Семенова, до конца года в северной части Черкеска будет сдан дом. Куда позднее и переедут собственники жилья в аварийном строении. До конца текущего года мы вводим в эксплуатацию второй дом по улице Свобода, 62. И до 1 июня мы переселим этот дом в Октябрьской 3, если не ошибаюсь, завершим. Часть вопросов от жителей касались недостаточного количества автобусных рейсов по ряду маршрутов. В частности, до села Предгорного в Урубском районе, а также до станицы Зеленчукской из региональной столицы. По каждому случаю будут проведены проверки. При необходимости количество единиц транспорта будет увеличено. Во время прямой линии был задан вопрос и об участии Карачаево-Черкесии в международной выставке на ВДНХ «Россия». День нашей республики в Москве запланирован на 8 декабря. Не обошли вниманием жителей региона и проблему обеспечения некоторых населенных пунктов питьевой водой. По словам главы Карачаево-Черкесии, решение вопроса находится на контроле. Так, аул Кумыш без перебойной подачи воды будет обеспечен до конца первого полугодия 2024 года. Всего же в регионе строится около 200 километров водопроводных коммуникаций. Ещё одна важная для населения проблема – несвоевременный вывоз мусора в Черкесске, из-за чего люди порой вынуждены подолгу лицезреть во дворах залежи бытовых отходов. Рашид Темрезов поручил мэру республиканской столицы держать ситуацию на личном контроле. Также граждан интересовали планы по развитию курорта Архыс. Успешный опыт инвестора доказывает, что притягательная для туристов зона отдыха станет ещё лучше. «Определён стратегический инвестор, такой, как компания «Горные вершины», которые уже показали себя и во время Олимпиады в Сочи, и на курорте «Красная поляна». Я считаю, что для республики это только плюс». Следующий вопрос касался благоустройства города Карачаевска. Недавно там открыли «Зелёный остров». Теперь людей интересовало, когда же они смогут воспользоваться услугами строящегося ледового дворца. Согласно планам, спортивное новоселье должно случиться до конца текущего года. Ещё один проблемный вопрос касался недоступности детских игровых комплексов для ребят с ограниченными возможностями передвижения. Слово было предоставлено градоначальнику Алексею Баскаеву, который отметил, что при проектировании тротуаров и зон отдыха для детей в городе стараются учесть все нюансы, что будет делаться и впредь. «Конечно, мы это учтём в работе. И вот сейчас, когда мы проводим работу по благоустройству наших тротуаров, мы обязательно учитываем эти нормы и требования, создаём доступную среду, так называемую безбарьерную среду. И ряд обращений нам поступает, мы обязательно её берём в работу и уделяем этому особое внимание». Завершающийся год промышленности показал, что в Карачаево-Черкесии есть предприятия, способные к успешному импортозамещению. Создаются новые рабочие места, что в нынешних условиях уже немаловажно. А итоги тематического года будут подведены в первом квартале 2024-го. Следующий год в России посвящён спорту. Жители попросили главу республики оценить некоторые достижения наших спортсменов. Рашид Темрезов назвал в числе значимых успех футбольного нарта, который в скором времени представит регион во второй лиге. Впрочем, Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров по количеству людей, занимающихся физкультурой. И данный выбор населения будет всячески поочеряться и поддерживаться. Последний прозвучавший в эфире вопрос касался планов по строительству республики аэропорта. По словам Рашида Темрезова, у нас много нереализованных проектов, к которым мало кто ранее верил. При той поддержке, которую сегодня оказывает и председатель правительства Михаил Владимирович Мишусин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнём его строить. Отвечу так. Надеюсь, что мы начнём его строить в следующем году. Спасибо. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил жителей за небезразличные отношения к тому, что есть в республике. Он и команда будут делать всё, чтобы регион и дальше развивался. Разумеется, рамки эфирного времени не позволили озвучить в студии все поступившие на прямую линию вопросы. Однако ни одно обращение не останется без ответа. Артур Мухцев, Вести, Карачаев, Черкесия. Сегодня день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Ежегодно в этот день во всех подразделениях ведомства проводятся памятные мероприятия. Церемонии возложения венков к памятникам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками погибших сотрудников правопорядка. Сегодня в Черкесии состоялось возложение цветов и венков к мемориалу, посвященному сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии также приняли участие представители Совета ветеранов Росгвардии. Безопасная дорога в приоритете. Доказательством этого лозунга служат постоянные профилактические мероприятия для школьников, проводимые сотрудниками ГИБДД. Дети узнали, что может автобус-тренажер, школа дорожной безопасности и какие еще занятия были организованы для школьников, расскажет Альбина Ламкова. Главной целью профилактического мероприятия является привитие детям ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. Инициатором его проведения стала госавтоинспекция Карачаева-Черкесии. Сегодня нашим детям выдалась уникальная возможность посетить автобус-тренажер школа дорожной безопасности. Это поможет сформировать детям практические навыки безопасного поведения в салоне транспортного средства. А сколько человек сегодня вы привели на занятия? От центра образования 11 автобус-тренажер школы дорожной безопасности посетили 20 учащихся. Как пристегивать ремни, что делать в чрезвычайной ситуации на дороге и как себя вести, если случился пожар, рассказал госавтоинспектор во время экскурсии в автобус-тренажер. Обязательно пристегнуться и не ходить по автобусу. Автобус-тренажер наглядно демонстрирует действия ремней безопасности при дорожной аварии, либо резком торможении. Для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, автобус укомплектован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимыми наглядными материалами и мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих фильмов. Столь наглядные и необычные занятия, проводимые в игровой форме, неизменно пользуются большой популярностью у школьников. Как пристегивать ремни, что делать в случае аварии, или, ну, в принципе, что делать в случае таких ситуаций. И это мероприятие очень значимое на самом деле, потому что интересно, мало ли что может случиться. А в автобусе что-то узнала? В автобусе нам рассказали о правилах, что делать. Нам показали, наглядно показали, что может случиться на манекене. Специализированный автобус школы дорожной безопасности на сегодняшний день остается уникальным средством обучения детей основам дорожной грамотности и пропагандой использования ремней безопасности. Конечно, работа по предупреждению детского дорожного трасса, травматизма нами продолжается. И вот этот тренажер, автобус-тренажер, который сегодня прибыл на территорию Карачао-Черкесской республики, к нам в город Черкесск, он, конечно же, нам максимально сегодня помогает в том, чтобы для детишек в очередной раз донести о правилах безопасного поведения в салоне автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе посещают школы, где с учениками проводят профилактические беседы по правилам дорожной безопасности. Госавтоинспекция республики начинает работать с детьми уже с дошкольного возраста. И с чем, можно бы сказать, каждый родитель познает уже от ребенка своего о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Больше склонны познавать, узнавать, им интереснее эти занятия, а не все, что им даешь, как губка впитывает. С начала текущего года все учебные учреждения минимум по два раза уже обошли со всеми школьными учреждениями провели занятия, с детьми проводим дополнительные занятия. Помимо этого еще контрольно проходим и узнаем все, что они запомнили. Участниками мероприятия стали дети из разных школ. Они не только узнали много нового во время занятий, но и закрепили знания, полученные домой на школьных уроках. Еще дали возможность участвовать в тематических викторинах и лаборатории безопасности. Если мы не будем знать правила дорожного движения, мы попадем в аварию или нас засобьет машина. Из-за этого надо хорошо знать правила дорожного движения. Нам часто рассказывают об этом учителя, даже когда не уроки дорожного движения, они пытаются нам сделать так, чтобы мы больше знали и чтобы ничего с нами не случилось. И мне кажется, что это важно. Нужно, чтобы родители учили своих детей правила дорожного движения с маленького возраста, чтобы они знали все. С учащимися повторили правила безопасности на дороге, разобрали основные дорожные ловушки, а также напомнили о необходимости использования световозвращающих аксессуаров на одежде в темное время суток. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Корчаево, Черкесия. Самые сильные спортсмены собрались на базе Центра выявления развития одаренных детей «Спутник» «Спартакяда» работников общеобразовательных дошкольных учреждений Карачаева-Черкесии. Яркое ежегодное событие для педагогов, которые тесно связывают свою жизнь со спортом. С каким настроением пришли участники, для чего проводят «Спартакяду» и какие виды состязаний были выбраны, расскажет Дарья Тендит. Профсоюзная «Спартакяда» вновь объединила всех любителей спорта. Перед началом состязаний участников поприветствовали министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и председатель профсоюза образования республики Марина Чучаева. Они пожелали участникам бескомпромиссной борьбы и достойных побед. «Ежегодно в нашей республике проводится «Спартакяда» работников образования. Этот год не стал исключением, это особенный год, год педагога и наставника. Мы решили провести это мероприятие более масштабно и красочно. Желаем нашим работникам также успехов и побед в спорте, потому что победы в спорте – это победы в жизни». «Спартакяда» педагогов – уникальная возможность провести время с коллегами, показать свою спортивную подготовку и сплоченность команды. Перед соревнованиями команды проводили разминку, а в перерыве участники рассказали о своем настрое перед игрой по волейболу. «Настрой великолепный, очень хороший, вся команда в бодром духе. Мы уверены, что мы победим сегодняшние соревнования. Город Черкесск должен выйти на первую позицию. Мы очень надеемся и будем ждать успехов». «Мы настроены только на победу». «Как прошла разминка?» «В зависимости от того, сколько здесь людей. Чуть-чуть мы друг другу мешали, а так в основном все нормально, все отлично». «А долго готовились к соревнованиям?» «Мы всегда готовы». Стрельба из пневматической винтовки требует особой меткости. Даже ветер не помеха участнику команды Карачаевского района Нурбиха Туаев отметил, что результаты нормальные, винтовка сама стреляет, а настрой у него исключительно на победу. «Ветерок есть, будем под ветерок настраиваться и как-то так стрелять». «А как вы вообще настраиваетесь? Вы выжидаете чего-то?» «Причерился, пусковой кучер отпустил и все». Комбинация реакции, координация действий, выносливость – навыки для успешной игры в настольный теннис. Участник команды Зеленчугского района Александр Станкевич рассказал, что для него этот вид спорта из обычного хобби стал любимым занятием. Спортсмен ежегодно участвует в спартакеаде и занимает призовые места. «Организация хорошая, все на уровне. Спортсмены довольно сильные. Все с республики самые сильные спортсмены собраны. А вот как прошла игра вообще?» «Да, хорошо прошла, конкурентно». Соревнования проходили сразу по нескольким видам спорта. Стрельба из пневматической винтовки, волейбол, настольный теннис и дартс. Выбранные дисциплины наиболее доступны, отметил главный судья соревнований Александр Бондаренко. «На протяжении уже многих лет проводится регулярно учителя собирается раз в год пообщаться, обменяться опытом, поучаствовать в соревнованиях, естественно. Я, как главный судья соревнований, должен быть беспристрастным, поэтому желаю удачи всем, успехов, ну и, естественно, побед. В результате упорной борьбы выявили тройку сильнейших команд – Зеленчуского, Хабесского и Ногайского районов. Им были вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы. Награду получили и спортсмены, отличившиеся в личном зачете. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью артиста отдела культуры Прикубанского района Руслана Идиева. С ним встретилась Белла Джазаева.